Обсудим сегодня перспективы развития, а также вопросы качества выпускаемой продукции. Как вы заметили, по итогам прошлого года мы привели ряд совещаний, начиная от силового блока, вместе обсудили те задачи, которые стоят перед нами. Сегодня мы встречаемся с вами, руководителями крупных промышленных основных предприятий. На совещании обсудим сегодня пути выхода из создавшегося положения. Как вы это видите, в предстоящие дни встретимся с аграриями, с ними поговорим и обсудим те проблемы, которые перед ними стоят. За это время, непростое время, сделаны определенные шаги. На некоторые ключевые позиции уже пришли новые люди, приняты разрешения. Теперь нужно обсудить, как будем двигаться дальше. И на уровне стратегии, и на уровне тактики. Первое. Производство. Правительство докладывает, что в целом Министерство промышленности последние несколько лет обеспечивает стабильный рост объемов производства. За три года приросли почти на 40%. Есть результат и в прошлом году. Промышленной продукции произведено почти на 30 миллиардов рублей. Темп роста почти 113%. Наблюдается значительное увеличение выпуска электроники, легковых, грузовых автомобилей, комбайнов. Планар, Интеграл, Беломо полностью сформировали портфель экспортных заказов на текущий и частично предстоящий 2025 год. Но что с другими промышленными гигантами? Почему сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей? Более чем на четверть просел Бобруйск-Агромаш. Только на 12% в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод. 12% Мы имеем многолетний опыт работы в станкостроении. Важнейшие отрасли в любой индустриальной экономике. А сегодня какая ситуация здесь? Где использование современных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация? А ведь именно они обеспечивают высокую точность и производительность в обработке материалов, экономию ресурсов, снижение затрада и качества продукции. Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы. Поэтому я жду от вас сегодня конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию. Второе. Реализация продукции. Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево произвели. Но главный вопрос – реализовать продукцию и получить деньги. В последние годы внешняя торговля организацией Минпрома характеризовалась, с одной стороны, ростом экспортных поставок, с другой – вынужденным уходом с западных рынков. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последние десятилетия экспорт 6,5 миллиардов долларов. Прирост к уровню 2022 года – почти полмиллиарда 8%. Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов. Кстати, надо нам сегодня рассмотреть структуру этого так называемого экспорта. Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь, на традиционный рынок нашей России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И, прежде всего, на африканском континенте. Продовольственная безопасность – один из самых жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование. Я знаю эти сложности, трудности. При всех сложностях и трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает. Сегодня есть договоренности о поставках свыше 3000 тракторов, 80 комбайнов, 30 самосвалов Зимбабве, более 150 тракторов Тагалевскую республику. В 2024 году планируются поставки техник Никарагуа, Вьетнам, Иран, Пакистан. Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с экваториальной Гвинеей? Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество и понимать, что наша стратегическая задача – создание производства совместных сборочных белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня – диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня, для этого принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта. Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качества и надежность. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо, но почему по качеству? Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18% тракторов. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5% грузовых автомобилей до 6%. Еще один известный бренд «Атлант» и те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта, холодильника, морозильника и еще вчера востребованных сократились почти в два раза. Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее. Так вы провокайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. Дошли до того, что систематически возникают простои, а людей отправляют вынужденные отпуска. Мы теряем рынок. Почему? Все слышали о ежегодном послании президента России. Он анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. И деньги на это выделены. Задача белорусской промышленности – подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засушить рукава и работать. Те времена, когда за забор выбросил трактор и автомобиль, и тут пришли в очереди люди стоящие, купили ваш трактор, давным-давно закончились. И Министерство иностранных дел должно быть в первых родах. Здесь его роль во многом определяющая. Еще одна крайне негативная тенденция – внутренний рынок отдаем конкурентам. Ну, за это правительство ответит головой. Несмотря на наличие широкой линейки отечественной техники, до сих пор закупаем импортные аналоги. И это не единичный случай. В прошлом году только тракторов приобрели более тысячи – 40 миллионов долларов. Проводим модернизацию подщипникового завода. Качество продукции сегодня сопоставимо с продукцией мировых лидеров. Однако высокие затраты на производство не позволяют конкурировать по цене в тендерных закупках даже на конвейеры белорусских машиностроительных предприятиях. Только ли дело в тендеры? Забываем простую истину – скупой платит дважды. Можно сэкономить копейки на стоимости подщипника и потерять тысячи от простой техники из-за его замены. Хочу услышать, какие меры предпринимаются по защите внутреннего рынка, что конкретно сделано и делается. Пока как следствие всех обозначенных негативных тенденций проблемы с реализацией. Склады трещат от готовой продукции. Складские запасы за 2023 год выросли почти на четверть на 350 миллионов рублей или 23%. Вице-премьер профильный меня убаюкивает. Да это нормально, это нормально. Оно и всегда так было, и вчера, и позавчера. Мы тут сейчас все это продадим. Но мы же период к периоду оцениваем эти запасы. А сколько техники находятся на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом. За эту ширму в очередной раз никому спрятаться не получится. И опять приходится говорить о Минском тракторном заводе. На складах его торговых домов почти 6,5 тысяч единиц техники. Более чем двухмесячный объем производства. Вот и объемы производства, и ваш экспорт. При этом, как докладывает Комитет госконтроля, значительное число субъектов товаропроизводящих сетей вообще не принимают участия в реализации продукции. Зачем вы их создавали тогда? А стоимость при продажах через эти торгово-проводящие сети значительно возрастает. Кого кормим там? Так, при реализации в Российскую Федерацию по схеме производитель, генеральный импортер, диссибьютер, дилер, конечный потребитель, стоимость фронтальных погрузчиков «Амкадор» увеличивается в цене более чем на 50%. Грузовой пассажирской техники «МАЗ» на 20%. Ну и как тут конкурировать? Не обеспечено выполнение моего требования по сокращению внешней просроченной дебюторской задолженности. За прошлый год она выросла более чем на 10%, а это ваша оборотка инвестиций. Возникает простой вопрос. Зачем мы кого-то кредитуем в данном случае того покупателя? Появление задолженности часто является следствием бездумной гонки за выполнением показателей по разгрузке складов и экспорта. Каков общий итог? Прежде всего, падение качественных показателей развития предприятий. Рентабельность не дотягивает до уровня 2022 года. Растут количество убыточных организаций и суммы этих убытков. Мы имеем сложную логистику и рост стоимости импортного сырья. Разрушение кооперационных связей с западными поставщиками привело к необходимости поиска альтернативных партнеров либо налаживания собственного производства комплектующих. В том числе, ускоренные разработки и внедрения новых технических решений. Что делать, в общем, понятно. Почему тормозим? Почему не делаем? Отсюда третье – импортозамещение. Мы можем создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. Тут и доказывать ничего не надо. Мы можем. Однако по ряду направлений обновление продукции и производств идет очень медленно. Каждая критическая позиция показывает наши слабые места. Именно по ним конкуренты потом бьют санкциями. Необходимо принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и созданию условий для устойчивой работы экономики, независимой ни от каких санкций. И это стратегическая задача для нашего промышленного комплекса. Нужно выстроить надежную защиту от любых внешних факторов. Еще одна задача для всех. Вот почему так жизненно важно импортозамещение, которым надо нам заниматься постоянно. Сегодня это приоритет приоритетов. Мы много об этом говорим, но разворачиваемся крайне медленно. Доля импортной составляющей белорусской продукции по-прежнему высокая. Для инвесторов мы ставим условия по достижению определенного уровня локализации. Они их принимают и исполняют, а по нашим традиционным производствам доля импортной составляющей в сырье и материалах остается на высоком уровне. Показатели из года в год практически не снижаются. К вам требование по всем направлениям разработать стратегии по повышению уровня локализации. Доведите до каждого напряженные задания, обеспечьте их реализацию. Уверен, все присутствующие также хорошо понимают, какие риски несет зависимость от зарубежного оборудования, программного обеспечения. Поэтому создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловной первоочередной задачей для наших разработчиков. Пока по данному направлению вообще ничего не делается. Как пользовались западными программными обеспечениями, так и продолжаем. Основная масса сегодняшних проектов – это модернизация промышленных гигантов, которые мы сохранили со времен Советского Союза. МАС-тракторный БелАЗ. Это хорошо, но нам необходимо создать абсолютно новые передовые производства, выпускающие инновационные продукты. Поэтому еще одной задачей для решения существующих проблем видится усиление интеграции промышленности с наукой, развитие высокотехнологичных отраслей, производство вычислительной электронной оптической аппаратуры. В этих условиях особую важность приобретает реализация программ Союзного государства Беларуси и России, совместных импортозамещающих проектов, создающих основу технологического суверенитета и экономической безопасности. Средства выделены. Их необходимо не только своевременно освоить, но и создать продукт, который будет пользоваться долгосрочным спросом. Однако качественной модернизации отрасли, министерства и предприятия не были готовы. До недавнего времени не было ни проектов, ни идей. Я сомневаюсь, что они есть и сейчас у вас. Комитетом госконтроля установлен ряд проблемных вопросов. Не обеспечены эффективность и выход на проектные мощности отдельных модернизированных производств, в результате чего вызывают сомнения их окупаемость в установленные сроки. Неужели непонятно? Будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, нас затопчут. Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проекта, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно? Наша стратегическая задача – достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства, станки, робототехника. Проекты по достижении технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Задача правительства уже сейчас – проработать и сформировать долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию, чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России. Четвертое – дисциплина. Мы опять возвращаемся к вопросам исполнительской дисциплины, точнее, к ее отсутствию слабому контролю на всех уровнях. Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы, и что абсолютно неприемлемо, количество их растет. Но это ваша проблема. Хотите сидеть в тюрьме, а не работать? Пожалуйста. По информации Генеральной прокуратуры, по итогам прошлого года, количество таких преступлений выросло почти на четверть. Вскрыта коррупционная схема подкупа должностных лиц предприятий промышленности за организацию закупок оборудования у определенных коммерческих организаций. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц нашего флагмана Белаза. Установлен факт, когда предусмотренная законодательством возможность реализации продукции по ценам ниже себестоимости, под предлогом разгрузки складов, использовалась для личного обогащения должностных лиц. Товар по низким ценам отгружался подконтрольному посреднику, после чего перепродавался по более высокой цене. Регулярно выявляются факты хищения готовой продукции и комплектующих к ней. Как докладывает Комитет госконтроля, у нас бардак металлургической отрасли. Белтормед не обеспечивает металлургические и мастерно-строительные предприятия ломом черных и цветных металлов в необходимых объемах. Недавно мы говорили это о стеклобои. Ваша безхозяйственность, диспаритет закупочных цен на металлолом создали предпосылки для возникновения теневого оборота на рынке металлосырья. Я поручил генеральному прокурору уделить самое пристальное внимание этим вопросам. И не надо тут ссылаться на какие-то риски. На это уже глаза закрываем. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачете, что тут чрезмерно кого-то напрягают. За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская трудовые коллективы, тысячные, и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Я буду президентом или кто-то другой, если вы хотите сохранить страну, будет то же самое. Спрос будет жесточайший. Пятое. Качество продукции. Ключевой вопрос обеспечения качества производимой продукции и недлежащего сервисного обслуживания. Качество и сервис. Если по главным позициям проседаем, то о какой реализации можно говорить? Факты, о которых докладывают специалисты, недопустимы, особенно в случае, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Мы это видим внутри Беларуси. В последнее время наметилась отрицательная тенденция по качеству мелиоративной техники. Из приобретенных в 2022 году за счет бюджетных средств 47 одноковшовых экскаваторов производства Амкадор КЭС, 43 это 91%, подлежали ремонту в течение первых шести месяцев эксплуатации. Как следствие, этим начинают пользоваться дилеры наших конкурентов. Потенциальные покупатели белорусской продукции уходят к конкурентам. Такое недопустимо. Так, мелиоративными организациями в прошлом году закуплено 166 единиц импортной техники, общей стоимостью 55 миллионов рублей, в том числе 47 одноковшовых экскаваторов производства КНР на сумму 18 миллионов рублей. Недостатки, выявленные в организации сервисного обслуживания, из-за отсутствия необходимого количества запасных агрегатов и узлов, по которым имелись отказы, нарушались сроки устранения неполадок, предоставление сельхозорганизациям техники из подменного фонда на период ремонтных работ не компенсирует в полной мере негативные последствия ее длительного простоя. В год качества, да и всегда, производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе, это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Хотя надо, никуда не денемся. Ну, значит, надо брать исключительно качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса. Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производство собственной компонентной базы. Шестое. Кадры. Все важно. Инвестиции, технологии, дисциплина, качество продукции. Но важнее всего кадры. Кадры, еще раз кадры. Они решают все эти проблемы. Высококлассный специалист решит любую проблему. Недоучка загубит дело. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих. На сегодняшний день в целом по республике из 27 тысяч вакансий в обрабатывающей промышленности 85%, 23 тысячи приходится на рабочие специальности. Наиболее востребованы слесари, водители, станочники, сварщики. В открытом акционерном обществе МАЗ некомплект работников составляет 13%. В Минске моторный завод наблюдается текучка рабочих специальностей. Слесарей, токарей, монтажников, электромонтеров, шлифовальщиков, фрезеровщиков. При этом почти уверен, что административно-управленческий персонал у вас откровенно раздут. К примеру, на МТЗ только маркетинговая служба – 100 человек. А полугодовой запас на складах девать некуда. Возникает вопрос, как повысить материальную заинтересованность рабочих на предприятиях, как их руководство намерно решать эту проблему. Не хватает рабочих? Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших, тех же пенсионеров? Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тысяч человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которые можем позвать на производство, они с удовольствием придут и будут работать, и большую пользу приносить. Еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально. Это ваши резервы. Также много сказано за эти годы о закреплении на местах молодых специалистов. Переломили мы негативную тенденцию на этом фронте. Похоже, нет. Более того, эксперты предупреждают, что растут риски утраты компетенции в области конструирования и разработки новых видов продукции. Почему? Потому что на большинстве предприятий в отделах конструкторов и разработок мало молодых специалистов. А это уже вопрос не только к Минпрому, но и к Минобразованию. Мало изменить подход к подготовке квалифицированных специалистов, рабочих и технических профессий. Мы должны по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий. Повысить статус всех людей, чьими руками и интеллектом создаются реальные материальные ценности. Иначе все наши планы останутся пустыми бумажками. Необходимо на деле укрепить связку всех уровней образования от школы, вуза до предприятия. Следует работать по единой логике на общий результат. Критерием эффективности учебных заведений должно быть то, насколько востребованы их выпускники, как растут зарплаты молодых специалистов. Уважаемые товарищи, основные проблемы, я обозначил, классические проблемы. По всем этим и другим вопросам сегодня мы должны принять необходимое решение и их выполнить. Еще раз хочу повторить, время серьезное, требует жесточайшей дисциплины, самых активных действий от каждого. Поэтому прошу докладывать по существу с конкретными выводами и предложениями. Сегодня должны быть приняты решения по тем вопросам, по которым нужно здесь принять решение. Есть проблемы, которые надо решать. Как будем их решать? Спасибо.